11 апреля прошел референдум по принятию проекта новой конституции. На плебисците по предварительным данным приняли участие 37% избирателей. Всенародные выборы признаны состоявшимися. Общее количество избирателей, включенных в список участников референдума, составило 3 606 201 гражданин. Из них в плебисците приняли участие 1 245 470 человек, или 34,54%. За принятие проекта новой конституции проголосовали 79,41% против 13,42% граждан. В референдуме приняли участие в Бишкеке 100 012 человек, или 23,77% граждан из общего количества избирателей, включенных в список. За принятие проекта новой конституции отдали голоса 60,57% бишкекчан. В городе Ож 71 571 человек, или 47,1% граждан из общего числа. За принятие проекта новой конституции проголосовали 80,48% избирателей. В Джалабадской области 272 298 проголосовавших, или 40,47% избирателей от общего количества. За принятие проекта новой конституции проголосовали 83,94%. В Исокульской области 96 520 граждан, или 31,05% избирателей, включенных в список. За новую конституцию проголосовали 85,42%. В Нарынской области 83 144 гражданина, или 40,71% избирателей из общего количества. За новый проект конституции проголосовали 83,02%. В Ужской области проголосовали 249 757 граждан, или 34,21% избирателей. За принятие проекта новой конституции отдали голоса 84,23%. В Таласской области 69 448 граждан, или 43,53% избирателей, включенных в список. За принятие проекта конституции проголосовали 75% избирателей. В Чуйской области проголосовали 195 764 гражданина, или 32,80% избирателей, включенных в список участников референдума. За принятие проекта конституции проголосовали 70,84%. В Ужской области 106 956 граждан, или 35,59% избирателей, включенных в список. За новый проект конституции проголосовали 83,84% избирателей. На референдуме и выборах в местной Кенеши по всему Кыргызстану и за рубежом в целом приняли участие свыше 37% избирателей. В Чуйской области и в Бишкеке явка на выборы и референдум была немного меньше, чем в других областях. В других регионах, в Ужской области, в Таласской и в Нарынской количество граждан, которые приняли участие в референдуме, по сравнению с другими областями, было намного больше. Отметим, что вместе с референдумом 11 апреля прошли и выборы в местной Кенеши. Граждане выбирали депутатов 28 городских и 420 аильных Кенешей. Предварительные итоги выборов выглядят так. Общее количество избирателей в списке на выборы в местной Кенеши составил 3 млн 318 130 граждан. Всего проголосовало на прошедших выборах 1 млн 295 096 граждан. В процентном соотношении на выборах приняли участие 39,03% избирателей. В 28 городах в гонке участвовали 56 политических партий. В столице за 45 мандатов в Бишкекске городской Кенеш боролись 25 партий. По итогам выборов 6 политических организаций смогли переступить 7% порог. На выборах в аильные Кенеши приняли участие порядка 37% граждан, а на выборах в городские Кенеши 40% избирателей. На выборы в городские Кенеши подали заявки 236 партий. 146 партий получили возможность разделения мандатов. С итогами выборов на сегодняшний день не согласны 8 политических партий, не согласны представители политорганизации, устроили акцию протеста перед Центральной избирательной комиссией и объявили о голодовке. Попутно отметив, что на выборах в местной Кенеши были зарегистрированы нарушения. Они были зафиксированы гражданами и видео распространены в социальных сетях. Сегодня члены протестующих партий прекратили голодовку. Можно заметить, что в социальных сетях много видео и фотофактов нарушений избирательного законодательства. Кроме того, нарушений со стороны членов избирательной комиссии. Мы считаем это недопустимо. Мы считаем, что в результате всего этого итоги выборов оказались искажены. Председатель Центризбиркома Шайлдабекова вышла к нам. Она сообщила, заявила о том, что в тех участковых избирательных комиссиях города Бишкек, где были зарегистрированы нарушения на основании жалоб, которые мы подавали, и кроме нас тоже журналисты подавали, активисты, общественные деятели. На основании этих жалоб будут аннулированы итоги голосования по этим уикам. По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, в территориальных комиссиях на сегодняшний день уже завершили работу по приему протоколов. На сегодняшний день начинается работа по рассмотрению жалоб. По словам специалистов, только в ЦИК поступило порядка 300 обращений от граждан. В целом в ЦИК поступило 300 обращений от граждан. На сегодняшний день ведется работа с соответствующими госорганами по рассмотрению жалоб. Согласно закону, территориальные избирательные комиссии должны рассмотреть обращения в течение 20 дней и вынести решение. После рассмотрения протоколы будут переданы в ЦИК. Выборы не обошлись без нарушения отдельных правил и законодательства, отмечает руководитель Центра мониторинга Келечекеджол Турсунбека Акуна. Однако по сравнению с прошлым годом вопиющих нарушений законодательства, таких как массовый подкуп голосов или принуждение граждан отдавать голос за ту или иную партию, зарегистрировано не было. Выборы в местной Кенэше прошли открыто, чисто и прозрачно. Такие выводы сделали и международные наблюдатели. И прошли и богатые партии, и прошли и бедные партии, например, Безденель и другие НДПК. Они безденежные партии, но все равно не прошли. В основном были прозрачные, очень большие дебаты, большие были споры. Между кандидатами и депутатами были очень большие споры. Большие, как сказать, тайм-экстер-болды. Да, знаете, поэтому я думаю, что те люди, которые сейчас хотят, ходят в пикеты, митинги, не хочут признавать, я думаю, что им дано задание соответствующее задание. Есть и западные задания, есть задания тех людей, которые хотят в Кыргызстане устроить Белоруссию, и как устроить синдром Навального. Вот так хотят, знаете, стрясти наше государство. Вот я так думаю. Эксперты говорят, что на голосовании граждане сделали свой выбор. Теперь для дальнейшего развития государства важна только стабильность. Именно поэтому проигравшие партии должны достойно принять поражение, а не идти на дестабилизацию ситуации в стране. Вместе с ростом демократии в стране у нас падает уровень политической грамотности. Отдельные лица просто забывают об элементарной этике. В выборах всегда будет проигравшая и выигравшая стороны. В большинстве случаев проигравшие партии организовывают митинги и стараются дестабилизировать ситуацию в стране. Хочу отметить, что руководство страны вообще не вмешивалось в избирательный процесс. Однако нельзя отменять человеческий фактор, когда отдельные члены избирательных комиссий идут на нарушение. В свою очередь граждане говорят, что со своим выбором они уже определились. Сегодня стране необходимо выйти из экономического кризиса и урегулировать цены на рынки. От политических игр многие устали. Жить нужно в стабильности, отмечают кыргызстанцы. Мы устали от митингов и хотим жить в стабильной стране. Все дорожает. Президенту нужно заниматься экономикой. А тут, видите ли, на акцию разные граждане выходят. Может быть, уже хватит? Выборы прошли честно и прозрачно. Я пошел и выбрал свою партию. Не понимаю тех, кто сейчас выходит и протестует. В стране есть много других проблем. Их-то и нужно решать. От митингов мы получаем только минусы. Мало того, что митингуют, так эти протестующие еще и мусор разбрасывают. У нас нет политической осознанности. Пора прекратить такой бардак. В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию с 10 по 14 апреля поступило 54 жалобы и заявления от избирателей, политических партий и наблюдателей, осуществивших мониторинг местных выборов 11 апреля. Из них 16 на процедурные нарушения, 38 на итоговые голосования, сообщает ТИК. Уточняется, что по итогам рассмотрения предупреждены члены УИК номер 1028 и председатели 11 столичных УИК. Решением ТИК отменены итоги голосования вне помещения на УИК номер 1023, 1028, 1029, 1036, 1309, 1311, 1312. Участковыми избирательными комиссиями номер 1051 и 1157 отменены итоги голосования вне помещения. На рассмотрение еще 21 жалоба и заявления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова